Все-таки вероятность того, что где-то еще есть разумная жизнь, она совсем не нулевая. То есть мы можем там угорать над какими-нибудь там ежиками, допустим, да, что-то они такие бестолковые. Ну, когда я что-то подобное в какой-то момент сказал, на меня напрыгнули несколько сразу климатологов и долго топтались по мне и пинали меня ногами. Это только европейцы счастливы, когда к ним понаехали с юга, а южане точно не будут рады, когда к ним понаедут с севера. Значит, никто на планете не должен пить молоко на ночь глядя, никогда. Да, вот, а все, кто против, тех в концлагере. Эти рабы помрут, пойдем еще наловим новых там где-нибудь. Я думаю, что теперь нужно объявить конкурс. Мы подарим со Станиславом. Тогда про фантазии. Вот, наши любимые. Мы в прошлый раз разобрали с вами, что все человечество – это один вид. Вот. А если пофантазировать на тему, какие изменения должны произойти, чтобы какая-то часть человечества развилась в отдельный вид? Во-первых, какие до этого должны быть условия? И как это может выглядеть? Да. Это не один раз уже реализовывалось на практике в ископаемом виде, да? Ну, где эти хоббиты пресловутые, какие-нибудь там хомона-леди и так далее. Для этого нужно одно единственное условие – очень долгая изоляция. То есть, чтобы они сидели в каком-то одном месте и не контачили ни с кем. Ну, и желательно, чтобы условия в этом месте были какие-то специфические. Ну, потому что если они будут все такие же, там не особо куда издвинется. А если они будут специфические, ну, будет. То есть, практика показывает, что при сравнительно экзотических условиях где-то 200 тысяч лет достаточно для образования нового вида. Ну, там, накидываем еще там в два раза для гарантии, там, 400 тысяч лет – 100% у вас будет новый вид. То есть, выселяем популяцию на какой-нибудь там остров Пасхи, да? Ну, на остров Пасхи они, конечно, от бескормятся, загнутся, но очень побольше немножко, таите. Ну, вот. Топим все корабли 400 тысяч лет подряд, кто там пытается прорваться на таите или, наоборот, вырваться из него. Ну, вот. Через 400 тысяч лет приезжаем туда, и там и живет новый вид. Вот вам рецепт. Ну, не делайте так с таитянами. Это теоретическое таите. Теоретическое вакууме. Но прикинуть мы не можем, какие изменения могут произойти, да? Почему прикинуть можем? В зависимости от того, какие будут условия. Потому что, в принципе, закономерности эволюции, они, ну, более-менее, как бы, понятны. То есть, если это, например, маленький остров с небольшим количеством ресурсов, ну, будет карликовость. Вот оно, как минимум, два раза реализовывалось на Лусоне и на Флоресе, да? Вот. А если какие-нибудь, взять там слонов и бегемотов, там, на каждом острове в Средиземном море там было не по одному даже виду этих карликовых всяких тварей. И там и карликовые бегемоты, и слоны, и олени, и там, кто угодно. Вот. На Мадагаскаре то же самое, там, как минимум, два там вида этих бегемотов-карликовых было. В Либерии вот сейчас даже это и не остров, да, а просто очень изолированные леса тропические. Вот там, пожалуйста, карликовый бегемот. Ну, вот. Ну, и такого, как бы, можно примеров там дофига приводить. Вот. Если там что-то еще, то будет другое. Если будет там много лесов, ну, с некоторой вероятности на деревья залезут. Если будет саванна, ну, будет в саванне жить. Если будет там жесткая пища, мягкая пища, морская пища, там, еще какая-то вода. Не знаю, рыхлая почва, чтобы они там взорвались, там, какие-нибудь дигеры там появятся. Ну, вот. То есть, у нас же есть такое явление, как конвергенция. И она работает железно на протяжении, там, сотен миллионов лет. То есть, с каких-то, там, палеозойских времен и до современности возникают одни и те же формы жизни. Ну, вот. Ну, я даже не удивлюсь, если кто-нибудь уже составил какой-нибудь такой каталог форм жизни, таких базовых, как бы, вариантов, да. То есть, например, вот, в кембрийском периоде или, там, в родовике каком-нибудь, очень модно было иметь такой головной панцирь и сзади такой вот хвостик. Вот это, там, трилобиты, панцирные рыбы, какие-нибудь там эти мечехвосты, щитни. И, там, кого только не было. Вот они все на одно лицо. Вот этот щит, как бы, и хвостик. Вот. Я не очень понимаю, почему именно так у него каждый раз получалось. Ну, палеонтологи, наверное, знают. Но получалось. По факту мы видим в совершенно разных линиях. Каждый раз одна и та же ерунда. Вот. Когда задача летать, ну, каждый раз что-то типа птицы получается. Там, птерозавры, летучие мыши, птицы, там, какие-то насекомые, да, там, бражники даже, там. Вот оно, там, одно и то же. Ну, и на более мелких уровнях. Если задача, там, зависать около цветка, то получается, там, бражник это насекомое, да, какая-нибудь калибри, нектарница, там, ложная нектарница, там, еще кто-нибудь такой. Ну, можно еще какие-нибудь примеры приводить. Там эти мухи, всякие журчалки тоже самое делают. Бабочки, стеклянницы, там, осы. Вот. И каждый раз вот примерно, там, одна и та же ерунда получается. Вот. И то же самое, там, с рогатами, с морскими, с копающими, там, полным-полно. И человек, он в этом смысле ни разу не исключение. То есть у человека есть, конечно, определенные ограничения, наложенные предыдущей эволюцией, но практика эволюционная показывает, что это все решаемо. Ну, немножко, там, по-другому разовьется, но и только будет тот же самый. Вот. И теоретически могут возникнуть, там, хищные люди, травоядные люди. Ну, собственно, парантропы они и были такие. Ну, вот какие-нибудь, там, фруктоядные, древесные, да, там, какие-нибудь роющие, там, пещерные, там, бог знает какие. Был бы ресурс, и было бы достаточно времени и изоляции. Валято. А вот раньше... Может быть, кстати, да, ну, если уж у нас рубрика про фантазию, все это реализуется в космосе, на других планетах. Ну, там-то и времени, и пространство, и вариантов экосистем будет полным-полно, так что там это может реализоваться сколько угодно. Ну, всем рекомендую книги, допустим, Дугала Диксона, он уже это все написал. Я тоже, вот, когда слышал, не помню уже где, вот такую мысль о том, что мы прилетим на какую-то планету, очень сильно похожую на Землю, есть большой шанс, что мы не обнаружим там другую жизнь. А что она будет примерно похожа на нашу или, ну, какие-то ветки эволюции. Ну, зеленые-то человечки. Ну, да. Ну, ладно. Другой вопрос. Ужасный коронавирус. Убил последнего человека. Жесть. Давайте представим, что мы каким-то образом чудесным и необыкновенным избавились от всех людей. Ну, не мы конкретно. И у нас нет такого, наверное, желания. Ну, природа там. Все равно, что произошло. Вот тут, кстати, коронавирус лучше подходит, потому что это как бы безболезненно для другой природы. Никакой ядерной войны не прошло. Что тогда может произойти? Ну, про это тоже много рассуждалось. Есть даже целый сериал такой, ну, около научной «Жизнь после человека». И, кстати, у того же Дугала Диксона тоже есть книжка. Она прям так и называется, по-моему, «Жизнь после человека». Ну, вот. Кстати, по-моему, может, есть сериал по этой книжке, снимался даже. Не знаю. Но про это уже много рассуждалось. То есть, как мне лично кажется, с наибольшей вероятностью многие еще миллионы лет, ничего принципиально меняться не будет. То есть, природа вернется в состояние, ну, а-ля, там, плестоцин, да. То есть, разведется куча, там, копытных животных, все такое. И дальше довольно вяло все это будет эволюционировать, пока там земля не потухнет. То есть, понятно, что какие-то возникнут новые классы. После млекопитающих там возник кто-то еще. Но сами по себе жизненные формы, как я уже говорил, они повторяются там с полиозоя до сейчас. Ну, вот, среды новые на планете сейчас освоить как-то проблематично. Ну, разве что там глубины какие-то, да, закопаться в землю еще там, да, ядра. Потому что в полиозои, то у них еще был ресурс, они могли выйти на сушу, вот, заселить ее, да, а потом подняться в воздух и заселить этот самый воздух. А сейчас-то с этим как-то уже напряженка. У нас уже все, в общем-то, заселено. Ну, вот, единственное, закапываться в почву. И там, ну, семь подземных королей там, да, чтобы было. Вот, или отправляться, опять же, на другие планеты, как вариант. Но неразумная жизнь, я что-то сомневаюсь, что она с планеты как-то сильно вырвется далеко. Ну, в виде бактерий каких-то вирусов может быть, конечно. Ну, вирус-то бесполезный, он там сдохнет. А бактерия теоретически может на каком-то там метеорите улететь. Но это уже не про землю как бы будет. А на земле, ну, так оно и будет вяло там из формы в форму перетекать. Вот, появится какой-то там более новый класс. Вот, но я очень сомневаюсь, что появится новая разумная форма жизни. Потому что все-таки появление разумного живого существа – это, ну, великий шанс, как бы. Это уникальное событие. И тут очень много всего сошлось в одну точку. Наша эволюционная история, конкретная обстановка экологическая, вот на тот данный конкретный момент, да, и так далее. Я вот буквально только что описал там новость, новые находки в Эфиопии нашли, еще в интернете даже не выложили. И вот экологические условия поменялись, из-за странопитеков появились хома. Вот оно как бы там очень-очень много таких вот тонких настроек просто совпало. Так получилось. И нет никакой ни малейшей гарантии, что в будущем это еще появится. То есть нет никакого всемирного закона, который бы создавал разумных существ. Это, кстати, и других планет касается. То же самое, то, что там уже звучало, да, если мы прилетим на другую планету, вот, нет никакой гарантии, что там жизнь будет развитием каких-нибудь бактерий, допустим. Ну, какие-нибудь там палочки эти будут ползать там, да, микроскопические. Какие-нибудь там бактериальные маты, там эти слои будут развиваться. И на этом все может застопориться. То есть у нас даже появление ядерных организмов и там дальше многоклеточных организмов, это уже суперудача, на самом деле. Это тоже как бы не факт, что обязано было возникать. Могли так в виде бактериальных пленок существовать все эти там миллиарды лет. И с разумностью все еще сложнее. Это вообще там один шанс на какие-то там миллиарды. Многие, если там не больше. Вот. И поэтому, если человечество исчезнет, скорее всего, вся природа будет так вяло перетекать из пустого в порожнее. Ну, а потом планета, ну, что с ней там полагается, да, сгорит, остынет, растворится в короне солнца, там ничего с ней еще произойдет. И все, на этом все закончится. Поэтому задача человечества – этой фигни не допустить. Не вымереть и расселиться куда подальше. И не потупеть. Ну, и по пути не потупеть. Ну, а если мы потупеем, то мы не расселимся, и как бы ничего не получится. Понятно. То есть я вот сейчас, исходя из ваших слов, себе сразу рисую картину. Значит, человечество все-таки смогло долететь вдаль фотоцентавры и обнаружить там обитаемую планету. Ну, там бактерии. Еще через тысячу лет мы долетели до следующей звезды. Каким-то чудом. И там, может быть, какие-то примитивные животные. То есть, я это к чему? Это вообще строго не обязательно, что на какой-то из этих звезд вообще будет обитаемая планета. Строго не обязательно, что там будут какие-то бактерии или многоклеточная жизнь. Ну, и, грубо говоря, таких «но», насколько я понимаю, просто достаточно много. Да? Ну, единственное, что спасает, что все-таки у нас в Галактике типа там 100 миллионов солнечных систем, да, звездных. Вот. В каждой там по нескольку планет. Ну, там не в каждой, но, по крайней мере, во многих. Ну, вот. А самих Галактик тоже там 100 миллиардов или там сколько их там есть. Вот. Ну, я сейчас цифры от балды говорю, потому что астрономы там скажут, а, там, соврал там на три порядка. Ну, вот. Да хоть на 100 порядков. Вот. И это видимая часть Вселенной, да, а где-то еще есть невидимая часть Вселенной. То есть при таких, как бы, численностях все-таки вероятность того, что где-то еще есть разумная жизнь, она совсем не нулевая. Ну, как мне лично это кажется. Тут разные есть оценки. И даже как-то вот в прошлом году я был на сборище в Архизе. Там астрономы заседали как раз. Ну, там такая школа была, как бы, да. Ну, научная школа-конференция. И вот там как раз на полном серьезе высчитывали все эти там вероятности. Ну, и кто во что гораздо, если честно. То есть каждый считает очень точно, а оценки разных исследователей, они расходятся просто вот диаметрально. То есть кто-то говорит, что вообще практически нулевая вероятность, что хоть где-нибудь, кроме нас, есть кто-то разумный, да. Кто-то говорит, что там чуть ли не в каждой звездной системе они должны там эти зеленые человечки сидеть. Вот. Но, если честно, мы тупо не знаем. Вот. Ну, не знаем мы. И вот пока такое вот состояние у нас знаний. Ну, некоторые точно знают, кстати, потому что общаются даже каждый день. Но это из другой области. С космосом. Ну, с зелеными человечками там все, их там ловят, возвращают. Но я говорю, это уже другая наука. Вот. А так вот наука еще не в курсе дела, как известно. Классик же сказал уже. Ну, понятно, да. То есть тут мы, подводит нас к такой мысли, лично меня к такой мысли ваше рассуждение подводит, что мы, собственно говоря, очень заперты, да, как мы и говорили в прошлом интервью. Это печаль, да. Да. И вырваться нам из этой клетки достаточно тяжело. Нет. Как? Нам тяжело. Мы не знаем, как это сделать сейчас, да. Ну, так какие-нибудь астронопитеки задачи такую перед собой не ставили. Ну, вот. Они ничего перед этим делать не умели. Ну, вот. То есть нам надо радоваться, что мы сейчас уже до такого уровня доросли, что мы там даже до Марса можем долететь, в принципе, потенциально. Ну, вот. И эти аппараты-то уже из-за солнечной системы куда-то там улетели. Ну, вот. То есть у нас уже как бы прогресс просто невероятный. Ну, на фоне обезьян, которые скакали там еще 3 миллиона лет назад, да, это еще были обезьяны, которые даже орудий не делали. А мы уже ракеты посылаем в космос и хотим. У нас уже есть целеполагание, опять же, у нас есть устремление туда добраться. Ну, вот. То, что мы сейчас этого не умеем, ну, мало ли что мы не умеем. Вот. Летать тоже еще там 200 лет назад никто не умел, да. А теперь он самолеты летают плошь и рядом там. Сколько влезет. Вот. И там это для планы. И там что-то уже не наизобретали. Там всякие там эти квадрокоптеры. Там все что хошь. Ну, вот. То есть, сейчас мы не знаем. Но мы много чего не знаем. А потом, как известно, картовую нору-то пророют. И будет хорошо. Вот. Ну, скорее всего, это будет в таком виде реализовано, что сейчас даже и близкой идеи нету никаких. Ну, вот. То есть, я так сильно подозреваю. Ну, как вот известно же, да, что когда в 19 веке там всякие открыточки такие классные выпускались, типа там, через 100 лет. Ну, вот. И там все педали крутятся такими эти бэк-бэк-бэк-бэк-бэк, да, такие джержабли, значит, летают там с велосипедами в цилиндрах. Ну, вот. В каких-то этих платьях сумасшедших. Ну, вот. Ну, типа новаторских. Но видно, что это все тот же самый 19 век, там, с видоизменением. Ну, вот. И, ну, в принципе, все то же самое, только как бы с вертушками летает. Вот. И сейчас вот все не так вообще. Ну, так что надо думать, ну, если человечество вообще не вымрет, в принципе, да, то придумают что-то такое, чего мы сейчас даже близко, ну, и будут говорить, вот, они там сидели, да, там, на самолетах летели, там, реактивной тягой, ха-ха-ха, там вообще, как можно там нефть утопить, бред вообще придумали тоже. Ну, вот, а надо. И тут они будут говорить какое-то слово, которого сейчас в лексиконе у нас нет. Да. Тут я вспомнил Нила Деграсса Тайсона. Он такой тоже известный товарищ в плане популяризации, но он же физик, точнее, астроном. Он как раз рассуждал о том, что вот прилетит инопланетянин, НЛО, к примеру. Можете себе представить, что мы вот такие типа интеллектуальные, и мы смеемся над обезьянами? Что они делают? А если такой же уровень, там, в 2% ДНК будет разницей в сторону увеличения мозга у инопланетян, они будут над нами смеяться, говорит, ха-ха, да у нас в 2 годика, малыш, уже там, задачки по какой-нибудь сложной математике. Ну, собственно, и Тайсон придумал, про это уже есть куча фантастических всяких там писаний, и рассказов, и романов, там, и чего угодно. Ну, 100% так и будет. Другое дело, что чем развите разум, тем больше он способен оценить, как бы, достижение более низкой ступени. То есть мы можем там угорать над какими-нибудь там ежиками, допустим, да, что-то они такие бестолковые, ну вот. А зато, как бы, мы оцениваем, что это шимпанзе, вот, не такая уж она и бестолковая, там, может, там, научиться, я не знаю, говорить на языке жестов, допустим. Ну вот, инопланетяне, когда к нам прилетят, они, надеюсь, тоже будут снисходительно к нам относиться. Не просто как к прикольным зверюшкам, которых там в зоопарк надо посадить. Ну вот, хотя про такое тоже там полно рассказов фантастических есть. Вот, а все-таки скажут, ну, блин, молодцы, доросли, уже вон там до Луны добрались. Ну, как бы, круто, давайте им поможем там. Вот. Ну, вопрос, как они это будут реализовывать, как бы. Но, скорее всего, они с пониманием отнесутся. То есть, если уж они добрались до нас, то, наверное, они не какие-то там злобные упыри. Но хочется верить, что все-таки прогресс, он и с какой-то вот гуманитарной стороной, да, такой вот, этичностью более-менее, как бы, параллельно развивается. Ну, по крайней мере, у людей так. Вот. Хотя на эту тему тоже есть всякие разные рассуждения. И те же там фантасты уже все придумали давно. Вот. Что, может быть, они будут, правда, злые упыри. Ну, вот. Как говоря. Тут, как обычно, вот проблема вот то же самое, как с языком, да. Что у нас либо нет языка, либо есть язык. И здесь то же самое. У нас есть один разумный вид. Вот он, как бы, только мы, да. И у нас вариантов нет. Мы не знаем, а как счет-то это может реализоваться по-другому. И может ли вообще. Ну, вот. Ну, наверняка может, как бы, да. Но у нас нет для сравнения ничего. Ну, максимум там неандертальцы. Ну, в принципе, они такие родственники, что, как бы, это ни о чем разница. Ну, вот. Поэтому, может быть, возможно, такие варианты разумности, что у нас само слово разумность к ним, как бы, не очень приложимо. Потому что мы вообще, в принципе, понять не сможем. Ну, про это фантасты тоже писали. Тут, как бы, вот, в чем проблема рассуждения? Фантасты уже столько всего написали, что только вот ссылайся, там, фамилию называй, а фамилии я не помню. Да. Да сейчас вот есть направление тоже в науке, когда вот Черниговская, как ее, господи, все время забывают, Татьяна. И она такая неоднозначная ученая у нас в России. Многие ее критикуют. Но она как раз говорит, что проблема в том, что мы всяких воронов, например, или осьминогов, или дельфинов, мы просто не понимаем их разумность. Мы не способны оценить. Мы оцениваем с помощью своего интеллекта и своего критерия разумности. Вот. Возможно, они разумнее, чем нам кажется. Нет, ну, они, конечно, не разумнее нас и даже не близко к нам. Но то, что они, может быть, разумнее, чем нам кажется, это, да, это запросто. Ну, это же классика. Тоже есть такие исследования, допустим, когда сравнивают поведение каких-нибудь там крыс и перепелов. Да. И перепела, они хорошо реагируют на цвет, потому что у них зрение ведущее органчуз. А крысы на запахи. Поэтому если мы ставим задачу крысам на развлечение зрительных образов, они оказываются тупыми. Если мы перепелам ставим задачу на распознавание запахов, они тоже оказываются тупые. А если мы адекватную задачу ставим, то и перепела умные оказываются неожиданно, и крысы умные оказываются. И наша как раз сложность, что у нас, скорее как у перепелов, и мы птиц, склонны оценивать как бы выше, что у них тоже зрение и слух, как у нас. Мы их понимаем, как бы у нас задачи одинаковые в жизни. А какие-нибудь там другие млекопитающие иногда нам труднее понять, как ни странно, хотя мы к ним ближе, так вроде как. Но они запахами общаются, а мы эти запахи не чувствуем. И животное выдает какую-то реакцию, мы не понимаем, откуда она такая взялась. Потому что вот запах такой. А мы ставим задачу этому животному со своими органами чувств, а она не понимает, что требуется, потому что она там нюхает, а мы там лампочками мигаем. И тут вот да, как договориться с дельфином каким-нибудь, который живет вообще в океане или с вороном, это проблема. Но, собственно, зоопсихологи-то они не глупые. Они все это прекрасно понимают. Эти все проблемы, они уже в учебниках прописаны там 60-х годов. Но другое дело, что мы все-таки ограничены, и нам приходится изобретать какие-нибудь там эти флуоресцентные там лампы какие-нибудь, ультрафиолетовые там эти окуляры, ультразвуковые какие-нибудь сонары, да, еще что-нибудь такое запаховые какие-нибудь прибамбасы. Я даже не знаю, как называется, искусственный нос какой-нибудь. Но в любом случае только мы должны это перевести в понятные нам образы. То есть когда мы делаем искусственный нос, который нюхает, да, все равно он должен нам это визуализировать, допустим, и делать картинки из этих запахов. Ну и информация искажается, теряется, как-то там становится не очень адекватной. Ну так что, да, и если эти инопланетяне будут в основном нюхать, ну нам будет трудно с ними договориться. Это факт, конечно. Да, другая фантазия, более приземленная. К жизни мы с вами рассуждали в прошлый раз про глобальное потепление. А что если у нас будет цикл нового глобального похолодания? Потому что это тоже равновероятные события. Почему? Потому что все-таки циклы такие на планете есть, это известно, и об этом говорят. Что если сейчас идет новый ледниковый период? Ну вот, за окном у нас май месяц, а холодновато. Да. Ну вот, ну, когда я что-то подобное в какой-то момент сказал, на меня напрыгнули несколько сразу климатологов и долго топтались по мне и пинали меня ногами. И сказали, что они точно знают, что еще там 10, по-моему, тысяч лет или там 5 тысяч лет будет тока потепления. Вот. Но мне кажется, что это очень-то лампочки, потому что, ну, 5 тысяч лет, 10 тысяч лет. Ну, в масштабах эволюции это такая ерунда, честно говоря. Хоть там 20 тысяч лет, хоть 50. Ну вот, то есть похолодание будет по-любому. Ну вот, потому что действительно вся вот эта история планеты это вот такие вот зубцы. И ближайшие, ну, пусть там 100 тысяч лет там от щедрот, да, будет похолодание по-любому. И это гораздо хуже, чем потепление для цивилизации. То есть цивилизация загнется моментально. Ну, по крайней мере, в современном варианте, точно. Потому что у нас все центры современной цивилизации, по крайней мере, вот такой, да, вестернизированной, это все-таки север. Вот. И у нас все промышленные центры, так или иначе, на севере. И у нас все на севере. И, ну, конечно, люди будут пытаться как-то там решать, там, смещаться на юг, мигрировать и так далее. Но там сидят аборигены, они как бы не рады будут, чтобы к ним там понаехали. Вот. Это только европейцы счастливы, когда к ним понаехали с юга. А южане точно не будут рады, когда к ним понаедут с севера. Ну вот. И они будут настолько не рады, что северяне просто замерзнут и вымрут. Ну вот. Ну, то есть оно вот, я тут сильно подозреваю, неравновесное, как бы, будет работать. И цивилизация, конечно, имеет очень хороший шанс загнуться. Ну, просто вот совсем. Понятно. То есть, грубо говоря, если мы представим, что завтра начался новый ледниковый период, но этот, во-первых, процесс, понятно, что он будет проходить какое-то время. Ну, кстати, ледниковые периоды иногда наступали очень быстро. То есть есть даже такие рассуждения, расчеты, что, может быть, это прямо зримо в течение жизни конкретного человека бывает. Ну, прям вот как бы заметно. То есть прям вот бац. И, ну, не то, что там за один год, да, но там 20-30 лет, там 50 лет. То есть в течение жизни одного поколения это может уже как бы существенно быть. Но тут я как бы еще хочу добавить, потому что меня сейчас все начнут там в расизме упрекать. Все очень любят что-то упрекать. Цивилизация просто переформатируется. То есть современная цивилизация загнется, но на этих югах, немножко таких похолодавших, ну, разовьется какая-то своя. Вопрос, какая она там будет, вот. Потому что, опять же, как и с разумностью в целом, да, нет никакого великого закона, чтобы цивилизация разовалась в какую-то там адекватную, хорошую сторону. Ну, лучший пример это какие-нибудь там эти инки, майя, ацтейки, да, которые там каждый день кого-то приносили в жертву, чтобы солнце взошло. И сотни лет это делали. Ну, вот. И самые крутые специалисты по этим культурам, этой Мезоамерики, да, ну, тот же Березкин, прямо говорят, что они вообще как бы не хотят там оказаться. Ну, и там Березкину того же спрашивали, да, а хотел бы он там оказаться вот в городе майя каком-нибудь. Он говорит, да ну, что вообще там, нафиг надо. И, конечно, там конкистадоры были злобные упырили, там всех порезали, поубивали. Но, в принципе, ну, как бы им и по делам. То есть они там такую жесть творили. И они столетия это творили. Ну, вот. Причем, как бы тоже культура с письменностью, с математикой, с астрономией. Ну, каждый день кому-то сердце вырывают заживо. Чтобы солнышко взошло. Столетия. Ну, вот. И, ну, там, рабовладельческий строй, да, местами, он до сих пор существует, что характерно. Тоже там тысячи лет существует. Ну, вот. Устойчивая система, она может, там, охотники-собиратели могут бегать по саванне, они вот и сейчас местами бегают, да. Миллионы лет это может быть. Вот. Поэтому нет никакого закона, что цивилизация в каком-то хоть минимально подобном современном варианте вообще реализуется. Вот на этих югах. Вот. Ну, а сейчас вот по факту мы видим, что, ну, такие центры цивилизации, они все-таки на севере. Как бы я ничего не говорил. Вот. И как там не пытаются на юге развить. Ну, там, по разным причинам. Ну, в основном потому, что северная как раз не дает, как бы, им развиваться, да. Вроде как она их и подпинывает, а как бы и не дает, потому что тупо ресурсы выкачивает. Вот. Но даже если из них ресурсы выкачивать, не выкачивать, не факт, что они разовьются, как бы. Могут застыть вот на каком-то уровне, ну, или там чуть-чуть подняться и все. Вот. Но все же еще ресурсами определяется, кроме прочего. Это, про это есть книга «Ружья, микробы, сталь». Вот. То есть не значит, что кто-то там способен к развитию, не способен к развитию, да, там, выше, нише. Это все не так. Так это не работало, извините. Сейчас я отвечу, потом. Так вот. И вот все сказанное не значит, что, я считаю, что кто-то там высший способен, низший не способен, да. Но есть некие закономерности, связанные, там, опять же, с климатом, ресурсами, количеством людей, там, потностью населения, просто географическими возможностями обмена информацией, которые подстегивают, как бы, да, развитие, там, транспортными путями, торговыми путями. Ну, и вот так вот получается, что, как бы, не везде цивилизация технически может возникнуть. Ну, вот. И если значительная часть планеты выпадет из процесса, то и шансов будет гораздо меньше. Ну, для восстановления цивилизации. Ну, а поскольку вероятность деградации всегда больше, чем вероятность какого-то прогрессивного развития, то при ухудшении условий, скорее всего, все посыпется просто страшной силой. Логика в этом есть, это точно. Я вот читал определение антропологии как-то, кстати. Полезно всегда включаю. Да-да-да. Уточнял перед интервью, и вот написано было, что антропология, собственно говоря, это совокупность научных дисциплин, хотя я думал, что это только раздел биологии какой-то определенный. Вот. И то, что здесь, в общем-то, есть разделение на естественную и искусственную среду. Вот. Говорится об этом определении. То есть природная и культурная среда имеется в виду. Нет, такое деление как бы неизбежно, конечно, есть, но антропологи его не любят очень сильно. На самом деле. Настоящие антропологи, они, конечно, да, говорят, что там человек биокультурный, биосоциальный, там все такое. У него есть культура, этим мы отличаемся. Но всем понятно, что вся наша культура – это просто как бы наше поведение. Ну, есть поведение, там, я не знаю, суслика какого-нибудь крапчатого, да, вот, а есть поведение человека. У нас оно, конечно, все свое такое особенное, необычное и очень сложное и все такое, но это тоже следствие нашей биологической стороны. То есть это же функция мозга, а мозг – это биологический объект. Поэтому нам удобно разделять социальное и биологическое, но не всегда его можно разделить. Ну, и банально там, да, вот, есть сотовый телефон, вот его размеры, длина, там, ширина, размер буквочек, которые там отражаются, размер кнопок, рельеф этих кнопок – это все следствие нашей биологии. Потому что у меня вот такого размера рука, такое расстояние от уха до рта, такие-то способности зрительные, там, для распознавания знаков, да, и такие-то способности тактильные для нажимания кнопок. И силой я нажимаю именно с такой, а не другой. То есть если бы мы делали телефон для гориллы, он бы вообще не так выглядел. Ну, горилла не сможет таким пользоваться никак, а если для осьминога, да, ну, там вообще что-то совершенно другое должно быть. Поэтому вся наша социальная часть – это следствие нашей биологической стороны. Вот, ну, у нас одежда, да, там, с рукавами, с воротом, потому что у нас есть шея и две руки, а снизу туловище продолжается, там, и внизу, там, культяпки еще торчат, да, на которые, там, еще штанцы одеваются, где тоже, там, вполне определенной формы все, и не по-другому. У нас никто не делает одежды, чтобы здесь еще один, там, рукав торчал где-нибудь, там, сбоку. Ну, вот, ну, потому что он нафиг не нужен, у нас не торчит ничего сбоку. Ну, вот, так что вот это разделение на культурное и биологическое, ну, оно, как бы, с одной стороны, логичное и, как бы, естественное, а с другой стороны, очень условное. Понятно. Ну, оно условное, потому что человек вообще, я думаю, мыслит условностями. Мы уже, там, с вами говорили про причинно-следствие, про еще что-то. Это же все... Ну, нам удобно все рассортировать по полочкам, по каким-то простым, чтобы вот взять информацию отсюда, взять информацию отсюда. Это культурное, это биологическое, это лингвистическое, это политическое, это там какое-то, это сякое-то. Но это не значит, что это вот строго так на самом деле, в реальности, ну, в природе, как бы, да. Это не то, что какой-то там сверху данный порядок вещей, который вот там с горы Синаи спущен, да, на скрижалях, и во веки веков теперь будет только так. Я почему об этом заговорил вообще? Я хотел об этом вспомнить раньше, еще когда мы просто с вами про эволюцию говорили в начале интервью. Вот, но я про это заговорил, потому что вы говорите, что культура посыпется, и тут, может быть, правильнее говорить, понятно, я с вами полностью согласен, что биология – это базовое в данном случае, как бы, базовые условия, или если там языком программирования говорить, там, базовая вводная информация для культуры. Вот, а культура – это как бы, она развивается уже на биологических каких-то основах. Вот, но правильнее еще говорить, наверное, и о развитии культуры, внутри культуры самой, конечно, потому что у нас могли быть какие-нибудь там исходно другие данные. Вот мы там, например, христиане, да, у нас аврамическая культура. Ну так, условно говоря, от христианства мы что-то в свою культуру взяли, например, гуманизм. Вот наш российский гуманизм, Толстой там что писал, Достоевский, которые теперь по всему миру известны, это все-таки христианские идеи, которые несколько адаптированы под социальный строй. Вот, и могли-то быть какие-нибудь другие идеи – рубить головы, там, я не знаю, вырывать сердца, кушать печень, там, я не знаю. Ну, понятно, что та культура не пошла, наверное, по этим причинам она и не пошла. Вот. Да, и я совершенно понимаю, почему антропологи не любят, вот, как бы, тем более в российской школе, насколько я так понял, почитал немножко, вообще, вот, больше про физиологию и больше про биологию. И, как бы, в курсе… Нет, просто это, просто банально другая наука. Ну, как бы, нельзя заниматься всем подряд. Просто, как бы, разные науки, вот и все. Не то, что антропологи не любят, просто они, как бы, ну, не лезут ни в свое дело. У нас есть какая-нибудь, там, культурология, да, там, не знаю, литературоведение, там, еще что-нибудь такое. Ну, вот, и антрополог, ну, он может, конечно, заморочиться, и, там, постижение романа, там, Достоевского, да, описывает с точки зрения, там, нейронных связей. И чисто гипотетически это возможно. То есть взять, вот, мозг человека, читающего, там, преступление, наказание, и посмотреть, как у него, там, импульсы бегают от нейрона к нейрону. Но какой в этом смысл? То есть чисто технически это сделать, ну, в теории можно. Ну, на практике что-то я сомневаюсь сейчас с анонарной техникой, да, но чисто гипотетически, что бы и нет, сделать модель мозга, проследить, как там, куда побежал, там, электрон, какой-нибудь, там, не знаю, нейромедиатор, там, что-нибудь такое. Но какой в этом смысл? То есть это просто разные уровни организации материи получаются. И надо на каждом... Ну, это все можно свести к химии какой-то, к физике, какой-нибудь, там, релятивистской концепции, там, теории, что-нибудь такое, но какой смысл в этом? Понял. Давайте последние рубрики. Вот. Если, может, что-то еще есть дополнить про глобальный писец во всем мире, то дополняйте, потому что глобальный писец всех почему-то радует. Нет, ну, как, скорее всего, будет просто другое. То есть я сомневаюсь, что человечество прям вымерет совсем. Ну, мы слишком живучие. Если уж мы до сих пор не вымерли, да, то сейчас, сколько вы стоите. Вот. И где-то люди будут, другое дело, что это будет на уровне, ну, или вообще, там, каких-то обезьян, да, или на уровне, там, охотников-собирателей, ну, там, неолитического хозяйства. И в режиме неолита потенциально можно существовать до бесконечности, на самом деле. Но другое дело, что, ну, как бы, с позиции нашего современной культуры, это, наверное, грустно, если они так в этом неолите застрянут там до того момента, пока земля не сгорит. Ну, как-то это безидейно, я не знаю. Все-таки, опять же, наша вот вся культура, да, она нацелена на то, что мы должны достичь чего-то большего и к чему-то стремиться еще. Не просто вот застыть в вечности, да, и там, просто каждый день проводить так же, как предыдущий, а к чему-то еще дойти. Ну, а в режиме неолита ни к чему другому особо не дойдешь. Ну, то есть, они дошли, как бы, до нас, да, но если это застынет в таком варианте, то все. Ну, вот, поэтому хочется, чтобы цивилизация все-таки не рухнула. Ну, а может, она, наоборот, современная вот эта вот вся развалится, и вместо нее возникнет какая-то такая чудесная, что нам и не снилось. Ну, вот, может, нам кажется, что наша такая прям классная, потому что мы другой не знаем. Это так же, как, я не знаю, в Древнем Риме каком-нибудь, или там, в Древнем Египте, сидели рабовладельцы и говорили, ну, а что еще надо, да? Вон рабы пашут в поле, как бы, мы тут там луковские пиры устраиваем себе, у нас все зашибись вообще. И пусть этот рабовладельческий строй будет всегда, вообще, во веки вечные, потому что это зашибись, как бы, да? Эти рабы помрут, пойдем еще наловим новых там где-нибудь. И вообще отлично. Вот, мы можем там олимпийские игры какие-нибудь устраивать, там еще что-нибудь, там, гладиаторские бои. Ну, вот, ну, красота. Че нам, к чему еще стремиться? Вот, а потом вот Римская империя рухнула, да, Египет там тоже развалился по-своему. Вот, и глядишь, там новая формация была. Тоже там какой-нибудь этот феодал потом сидел в замке, да, барон, и говорил, ну, вообще там, че еще надо? У меня, опять же, есть замок, крестьяне в поле пашут, вообще классно, да. Крестьяне тоже там, ну, когда они с голоду не помирали, тоже говорили, ну, пшено растет, как бы, горох там колосится, зашибись, че еще надо, как бы. Но потом все это рухнуло, и новое появилось. Вот, и может быть, как бы, если наше рухнет, может быть, и слава богу, как бы, возник новое, лучше прежней, ну, вот. Ну, да, то есть здесь можно какую-то такую параллель провести вообще вот с эволюцией, да? То есть, да? Ну, то есть, любое вымирание приводило к всплеску биоразнообразия в итоге на вот этих освободивших экологических нишах и появление там новых классов, там, освоению новых экологических ниш. Другое дело, что человек-то, как бы, не вполне очевидно, куда он еще, ну, это нам, как бы, не очевидно, да, потому что мы вот выше себя не прыгнешь, как бы. Ну, а так, может быть, и правда будет все хорошо. Станислав, вот интересно с вами пообщаться, а что в большей степени повлияло на вот эти ваши рассуждения и ваши взгляды? Как вы думаете? Ну, не знаю, просто как бы много-много читал, и меня много спрашивали. Ну, вот это как бы взаимодополняющие такие вещи. То есть, поскольку я с некоторого момента стал преподавателем, ну, и до этого, в принципе, я все время что-то читал, ну, как бы я поглощаю информацию и преобразую ее в другой формат, как бы, да, доступный людям. Ну, вот сегодня я, допустим, полдня провел, читал статьи, научные такие, сильно умные, да, и писал новость такую популярную. Ну, вот как бы перевод, ну, фактически переводчик, как бы, да, с сильно заумного языка, еще как правило, иностранного, на русский и доступный. Ну, вот. Ну, и поскольку главное это, чтобы другие люди поняли, они меня спрашивают все время. Ну, и поэтому я, как бы, вот вижу, что людям интересно, и в этом направлении, как бы, стараюсь двигаться, и, собственно, это и объяснять. Вот, наверное, это самое главное, что на меня повлияло. Ну, собственно, это с любым человеком, общение с другими людьми. Вот, хотя я сам интроверт, стараюсь вообще не общаться ни с кем, но куда же деваться. Ну, честно, не похоже. То есть, когда вот вы общаетесь, больше похоже на экстраверта. Это, чтобы побыстрее отвязаться. Хорошо. В чем вы ждете конкретного прорыва? Вот. Что вам кажется трудным, непреодолимым в современной науке? Ну, в науке в целом как-то это слишком абстрактно. Ну, вот. Непреодолимым, да ничего нету. Ну, то есть, практика, опять же, истории науки показывает, что все проблемы рано или поздно преодолимы. Ну, надо просто старательно работать. Надо трудиться и не страдать, что ой, мы не знаем, да. Ну, это же известный есть прецедент, когда какой-то там астроном заявил, что мы никогда не узнаем, из чего сделано Солнце, и что там происходит. И что-то там через 15 лет уже все это открыли. После того, как он это сказал. В общем, он так очень уверенно это сказал. Ну, вот. То есть, появляются новые методики. Люди все-таки не дураки в среднем, что-то придумывают новое. Ну, вот. И если мы сейчас что-то не знаем, это значит, что мы не можем узнать. Ну, так что принципиальных таких вот катастрофических проблем особо нет. Ну, у нас есть ограничения нашего мозга чисто технические. Ну, потому что наш мозг – это вот определенная структура, да, со своими характеристиками. Ну, у нас есть компьютеры, всякие там железяйки, да, там искусственный интеллект подъезжает потихоньку, который это компенсирует наши недостатки. Вот мы там в ультрафиолете не видим, ну, сделали там ультрафиолетовый этот окуляр, опять же. Там мелкие фигнюшечки не видим, изобрели микроскоп. То есть, разум – это такой универсальный инструмент, поэтому каких-то принципиальных тут задач нет. Ну, этих проблем, таких тупиков как бы нет. Главная сложность, которую я вижу вот на таком уровне, ну, и личном как бы, да, и вот кто меня там спрашивает, это вот то, что сегодня много раз уже прозвучало. Что люди склонны слишком упрощать иногда, недооценивать сложность как бы явлений. Ну, это естественное, в общем, свойство, но некоторые как бы слишком далеко в этом направлении идут. И люди не склонны мыслить статистически. Тоже люди слишком категоричны бывают. Вот я видел, что так произошло, значит, всегда так. Ну, вот мне бабушка сказала, что вот оно так, значит, это так. Не ешь там, не пей молоко там на ночь глядя, да, и все. Что, значит, никто на планете не должен пить молоко на ночь глядя. Никогда. Вот. А все, кто против, тех в концлагере. Вот. Но вот как-то часто так вот люди мыслят, что моя точка зрения единственная верная. Я вот уперся рогами там в тесовые ворота, да, и дальше ничего не пойдет. Ну, вот. Я вот по своим вот этим всяким выступлениям сплошь и рядом это замечаю. Когда я говорю, ну, так, между делом там что-нибудь австралопитеки, жившие там 3 миллиона лет назад, там ля-ля-ля. А потом, значит, у людей все это впечатление у некоторых, что строго 3 миллиона лет назад. Вот не 3 миллиона 100 тысяч лет, да, и не 2 миллиона 900 тысяч лет, а строго 3 миллиона лет назад. И вот я вот прямо, если сказал 3, значит, ровно 3, отчитывая вот той пятницы, когда я это сказал, да, вот сейчас еще там 5 дней прошло, значит, надо считать 3 миллиона плюс 5 дней. Ну, вот. И вот такая вот категоричность и зацикленность как бы на какой-то конкретике многим мешает. То есть многие недооценивают статистику. Ну, прикрывая это вот этими дурацкими выражениями, что там есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика, там еще что-нибудь такое, да, ну, вот эти бредовые такие, ну, очень пафосно звучащие, но бессмысленные выражения. Ну, вот. И за вот этими штампами как бы теряется суть настоящая часто. Это вот часто бывает у людей такая проблема. Вы знаете, в этом плане я вот книжку читал относительно недавно, наверное, год назад Каннамана. Каннаман это экономист, психолог, точнее он психолог, который получил Нобелевскую премию в экономике. И он получил как раз вот за то, что вы говорите, за объяснение того, почему, ну, по причине, причины, почему человек обращает внимание на конкретные вот нестатистические данные и делает такие выводы, основанные не на статистике, а на красивых историях. Да? Ну, я это и по себе знаю, на самом деле, я тоже человек, я тоже этому подвержен сплошь и рядом. Вот, но я, ну, все-таки как бы статистику изучал, да, и у меня вся работа с ней связана, так или иначе. Поэтому я сознательно стараюсь это в голове как бы прокручивать, а как может быть еще? Вот, то есть я увидел такой-то вариант, да, а может быть как-то, может быть и по-другому. Ну, вот, и там, насколько это достоверно, да, вот мы нашли там какой-нибудь череп или там зуб, да, а может быть он какой-то там неправильный. Ну, вот, но тут важно как бы и в другую крайность не вдаться, потому что некоторые-то наоборот, в обратную сторону, что, а, это вот частный случай, а на самом деле может быть и так, и эдак, вообще там зеленые человечки. Ну, вот, то есть, когда игнорируются просто факты, вот, потому что мне кажется, что это незначимо, это вот ерунда. Вот, и вот это две крайности, ну, как обычно, все крайности плохие. Ну, что либо слишком зацикливаются, либо вообще все игнорируют и верят уже только там в свои фантазии, как бы. Ну, вот, но есть золотая середина, как всегда и во всем. Давайте проговорим немножко про популяризацию вообще. Мы уже ее затронули, и, как бы, я уверен, что вы понимаете и положительные стороны популяризации, и отрицательные. Потому что и они, и одни, и другие, они есть. Вот, давайте поговорим сначала про положительные. Вот, какие вы видите положительные стороны вот этой деятельности? Ну, положительные стороны, что люди становятся адекватнее. То есть, когда люди, как бы, слушают популярные лекции, читают популярные книги, да, и, вот, как бы, интересуются наукой, они начинают рациональнее мыслить на самых разных уровнях. То есть, там, от отношения к здоровью, к финансам, я не знаю, там, к хранению продуктов в холодильнике, там, все что угодно. Ну, вот, в отношениях между людьми, да, как-то более, там, мягкие, адекватные становятся, там, терпимые. Ну, вот, или, наоборот, там, не слишком терпимые иногда, это тоже бывает вредно. Ну, то есть, просто, как бы, более разумные, то есть, ну, что такое популяризация науки, да? А наука, это что? Это адекватное отражение реальности. Ну, то есть, это просто пропаганда адекватности. Ну, вот, это, как бы, очень хорошо. Хорошо. А видите какие-то отрицательные стороны? Отрицательные стороны, ну, это много раз тоже озвучивалось разными людьми, что некоторые люди, ну, тоже не все, но некоторые, услышав что-то такое вот популярное, начинают считать, что они теперь все знают. Ну, вот, и раз в жизни, услышав какую-нибудь там популярную лекцию, становятся супер-пуперэкспертами, и потом уже с пеной у рта спорят, причем обычно так как-то бывает, тоже это даже какое-то название есть в психологии, по-моему, что первая услышанная информация, она вот впечатывается в мозг, и потом поменять это нельзя. Вот, один услышал, что там пирамиды построили инопланетяне, все, до конца жизни у него инопланетяне. Другой услышал, что там рабы строили, значит, рабы строили. Третий услышал, что строили там только, я не знаю, фараоны лично, да, значит, фараоны лично. Ну, вот, четвертый там еще что-нибудь почитал Геродота, и вот какой Геродота, значит, так и есть. Ну, вот, ну, реальность у нас сложнее, более того, иногда информация меняется. Ну, то есть, мы новую информацию получаем, то есть, мы раньше читали так, а теперь и так, да. И вот проблема популяризации как раз в том, что часто люди слишком себя начинают переоценивать, то есть они получают заведомо упрощенную информацию и принимают ее за истину высшей инстанции, а потом иногда это мешает воспринять реальную информацию почему-либо. Или, допустим, наука поменялась, уже сдвинулась с мертвой точки в этом месте, или информация в реальности намного сложнее, а он услышал упрощенную версию и у него в голове застряло. Это бывает такая проблема. Но самой популяризацией это лечится. В чем преимущество популяризации, что она развивает критическое мышление, и если человек уж совсем не клинический индивид, то он это преодолеет так или иначе. Понятно. То есть важна даже не сама информация, а та модель мышления, которая прививается. Правильно я понимаю? Да, конечно. А сама-то информация, ну, в конце концов, кому какое дело, что там было с височной костью австралопитеков, да? Ну, там, ну, даже самый там наикрутейший специалист по австралопитекам, если вы разбудите и спросите, там, какую конкретную находку, там, есть ли там какой-нибудь постглиноидный отросток, да, он скажет, блин, о чем речь вообще. В таблице оно забито, и, как бы, слава богу, что-то помните. Ну, так что конкретная информация, она не столь бывает важна, как идеи, как бы, в целом. Но идеи должны основываться на конкретной информации. Другое дело, что не обязательно это в памяти держать в конкретный момент. Видите ли, я уже продемонстрировал несколько раз в этом интервью, что некоторые упрощения, особенно сложных вещей, могут приводить к очень непонятным идеям, которые, и эти вещи уже, или процессы, понимаются совершенно не так, как они происходят на самом деле. Ну, там, хороший пример этому мозг человека, там, природа сама по себе, эволюция, или, там, еще как бы, планета. То есть, те процессы, или вещи, или предметы, или я не знаю, как это назвать, которых есть огромное количество переменных, если говорить математическим языком. Вот вы, собственно говоря, занимаетесь тем, что, как вы сказали, берете научную статью, причем на другом языке, насколько я понимаю, да? Ну, как правило. Ну, чаще всего. Да, это английский язык чаще, да? Ну, обычно, да, по факту. Да, и, то есть, вам нужно преодолеть языковое, языковой барьер, он все-таки есть. Мы немножко по-другому мыслим. И вам нужно преодолеть именно барьер в сложности, то есть, насколько я понимаю, то есть, вам нужно упростить. Не теряется ли вот само это рациональное зерно? Вот в чем вопрос. Да нет, а почему оно теряется-то? То есть, мы в любом случае все упрощаем. В научной статье тоже все упрощено. Ну, более того, когда я, допустим, пишу эту популярную новость, да, я же не просто упрощаю там информацию. Ну, я не журналист научный, а вот они-то обычно так делают. Они берут абстракт и выводы просто там более простыми словами пишут и искажают еще до кучи. Вот, а я, ну, все-таки немножко антрополог, вот, поэтому я там привожу сравнения, которые у меня есть в голове, или там моих база данных, вот, ну, там, не знаю, в бачокировом там нашли недавно новые там запчасти, да, сделали ДНК-анализ, но они почему-то не сравнили с другими находками, которые прям идеально вообще вписываются в концепцию и даже круче все становится в этой концепции. Но авторы статьи почему-то этого не сделали, я не знаю, почему. Вот, они точно про это знают, потому что, ну, они специалисты, как бы не могут не знать. Ну, там, я так представляю, редакционная политика какая-нибудь в журнале, что-нибудь такое, там объем статьи, вот, они это все порезали. Ну, вот, а у меня-то этих ограничений нет. Ну, вот, и я в своей вот этой новости могу более, как бы, свежие какие-то мысли даже выдвинуть, чем в этой оригинальной статье. Ну, вот, так что рациональность не теряется, она может прирастать в вопрос, как это делать. То есть можно действительно отупить все, да, сделать примитивнее, ну, как чаще всего журналисты делают, собственно, с научными статьями. Ну, вот, а можно и даже прикольнее сделать, чтобы, ну, мысли у людей работали. Ну, и поскольку я все-таки, ну, если вот про себя я говорю, да, я когда статьи пишу, вот эти популярные, ну, обзоры, ну, вот, у меня же в голове тоже это последовательно, как бы, происходит, я, как бы, ссылаюсь на то, что было, ну, то есть какую-то систему выстраиваю для себя для начала, ну, и, соответственно, если читатели это читают регулярно, у них в голове тоже возникнет некоторая система. Ну, вот, и тут, как бы, не упрощение, но у людей возникает некая картина мира. Там, у кого полнее, у кого нет, ну, и, опять же, человеку ничего не запрещает читать, не только меня, да, и там оригинал может посмотреть, и там еще что-то где-то, там, других авторов, так что задача создать картину мира, но если сразу человеку, неподготовленному дать научную статью, он заснет тут же моментально, он вообще не поймет, о чем там речь, он там на абстракте уже помрет, ну, вот, ну, для этого нужен перевод, так же, как я, например, да, если мне дать статью по астрономии, я там ничего не пойму, вообще даже о чем могу не понять, там, ну, какие-то будут умные слова, вообще, мне незнакомые, ну, вот, а если я прочитаю, там, обзор, написанный астрономом-специалистом популярный, ну, в первом хотя бы приближении я пойму вообще, о чем речь идет, ну, вот, и как-то, ну, я не начну разбираться, конечно, в астрономии, но какие-то идеи у меня там появятся, как-то вот прикольнее мне жить станет. А там глядишь, да, и еще, поскольку, ну, каждый какой-то своей деятельностью занимается, да, какие-то идеи можно почерпнуть, ну, то есть, ну, я не знаю, допустим, я вот там вычитал, да, у астрономов, что звездное небо было другим, ну, и, соответственно, когда там в верхнем палеолите они там ходили, они видели другое небо, ну, вот, а там полярная звезда была не там, где сейчас, да, и там медведь какой-нибудь другой формы, ну, это же прикольно, ну, вот, это тоже можно как бы там, ну, как-то, не знаю, применять, использовать, там, ощущать себя этим древним человеком, там, и так далее, вот, так что это полезно, вот, а если бы я просто читал про, там, изменения этого звездного неба непопулярно, я бы близко бы ничего этого не понял. Понятно, то есть у вас есть ощущение конечности вот того, что вы знаете, и того, что вы не знаете, да, потому что у многих людей этого ощущения... Не, ну, естественно, это надо в голове держать, что вот до сюда-то я знаю, до сюда-то я не знаю, да, но, в принципе, да, у некоторых людей эта грань теряется, и они вообще не осознают, насколько они безграмотны, вот, наверное, бывает, кстати, обратная ситуация, когда человек знает настолько много, что ему кажется, что все это знают, это такая банальщина, и про это даже и говорить не стоит, потому что, ну, как бы это само собой, вот, а на самом деле это вообще ни разу не очевидные вещи, вот, ну, опять же, золотая середина, сегодня главная, по-моему, красная строка, что во всем должна быть мера. Да, да. Вот, Станислав, другой вопрос. Если представить такое, ну, абстрактное какое-то белое поле, и среди этого белого абстрактного поля есть темные пятна, темные пятны человеческих знаний, вот где они, по вашему мнению, расположены? Ну, в смысле, где? С краю или по центру? Ну, нет, в смысле, именно какие они, да, что, где вы видите вот эти пробелы в человеческих знаниях, в познаваемом, да, и в возможностях человека? Не, ну, я уже, собственно, сегодня говорил, у нас в наших органах чувств есть проблемы, то есть мы не все ощущаем, да, у нас зрение в основном работает, ну, немножко слух, там чуть-чуть засезание, и уж совсем все плохо остальное. Ну, вот, поэтому многие вещи мы не воспринимаем просто физически, и для того, чтобы понять, что это что-то там влияет, нам надо сильно напрячься. Ну, вот, ну, какая-нибудь там ядерная физика, да, она вся общается с такими материями, которые мы никак не ощущаем, вот, но для этого у нас есть мозги, и физики, вот, там, оперируют имионами какими-то там, да, позитронами и прочим, ну, вот, чего как бы вот мы никак не можем воспринять своими органами чувств. Вот, но мы переводим, у нас есть всякая техника, да, которая переводит из одного формата в другой. Ну, вот, так что, наверное, вот здесь главное ограничение и есть. Вот, а так, как бы, чем замечательный разум, что он универсален, то есть он не нацелен на что-то прям конкретное, и человек может, строго говоря, научиться чему угодно. То есть есть, конечно, ограничение на объем, да, но теперь у нас компьютер есть, базу данных забабахали там гигантскую, и все, там, на скорость вычислений, да, у нас ограничение в голове. Сделали калькулятор и считаем со страшной скоростью, там, какой-нибудь суперкомпьютер, там, такие вещи обсчитываешь, что вообще уже никто не понимает, что это такое. Ну, вот, если уж совсем что-то забубенное, но сделали искусственный интеллект, он подумал за нас. Ну, правда, он нас в итоге решит, что мы нафига не нужны такие тупые, но вот, но это уже следующий вопрос. А пока, как бы, принципиально ограничений нет. Вот, ну, до чего-то мы просто не доросли. Понял. Ну, есть такая вот теория по поводу интеллекта искусственного, ну, философии, опять же-таки, да, что есть такие причинные моменты, то есть, мы как, как сам мозг, как вы говорили, пытается познать этот мозг, и мы просто физически не можем познать некоторые материи, например, время, ну, не понимаем, нелогично для нас. Вот, ну, ладно. Про жизнь и про бытовуху. Вы часто сталкиваетесь с проблемами? И если сталкиваетесь, часто, ну, как вы их решаете? Как вы их принимаете? Так как все люди. Ну, я не знаю, вот у меня сейчас у ноутбука провод перетерся, и там еле вообще работает, и того, гляди, вообще помрет. Ну, вот банальный пример, да. Ну, как все люди, там, труба засорилась вот там полмесяца назад. Ну, в этом смысле я вообще ни разу ничем не отличаюсь от кого угодно. То есть, тоже могу, там, не знаю, мозоль натереть, там, ну, все то же самое. Понятно. И решаю так же в точности, как и все, какой-то вопрос. Надо было по-другому его задать. Что вы считаете проблемой? Если вы считаете что-то проблемой, что вы обычно проблематизируете? Опять же, все то же самое. Ну, то есть, в этом смысле я вообще ни разу не уникальный, ни в каком отношении. Как у всех людей проблемы, ну, как бы, вот, а у вас какие проблемы? Ровно те же самые. Понял. Ну, тут какой-то, я просто, ну, как бы, или уж какая-то конкретика должна быть, ну, а так абстрактно, какие, ну, а какие проблемы бывают у людей? Тут попытка выпасть из рамок, ну, вот, как бы, физического, да, мы же про тело говорим, про гоминиды, про еще что-то такое. И в область психологического податься, то есть, вот, и вот такая цель была вопроса. Ну, будем считать, что он неудачный. Ну, не знаю, не, просто я как-то, видимо, не настолько абстрактно мыслящий, чтобы в такие высоты философии углубляться. Ну, вот, ну, все-таки я склонен к какой-то конкретике маломальской. Ну, как бы, это очевидно, но она, конечно, это, ну, просто факт природный. И, ну, да, так оно сделано. И вся, как бы, весь прогресс эволюционный, да, вся биология, она на этом основана. Ну, что есть смена, есть, как бы, чередование, а без этого ничего не будет, как бы, ну. Вас это не пугает, что когда-то не будет вас, родственников, там, еще кого-то? Да нет, ну, я тут, как бы, какая-то древнегреческая, по-моему, такая есть мудрость, что смерти смысла бояться нет, потому что, ну, пока человек живой, чего ее бояться? А если он уже умер, то уже некому бояться. Ну, вот, в принципе, как-то так. Хороший ответ. Мне нравится. Тем более, да, еще есть такой же момент, что, ну, мы живем в достаточно стабильном обществе. Ну, вот, то есть, если бы сейчас был какой-то там апокалипсис на дворе, да, там, мировая война, там, ядерная, еще очень, там, зомби, там, бегали бы, кровавые, то, наверное, я бы как-то и по-другому ответил. Вот, но я лежу на диване, ожереваю потихоньку, я сытый, мне жарко. Ну, вот, проблема у меня, вот, это спрашивайте, а мне даже ответить-то нечего, да, как-то особо и нет. Ну, вот, ну, единственная проблема, что вот мне сегодня надо, там, подготовиться к завтрашнему эфиру, а я с вами болтаю, а у меня еще сегодня одно интервью. Ну, вот, там, мировая проблема прямо. И, ну, поэтому, чем мне, как бы, напрягаться и бояться. Вот, а если бы условия были другие, ну, наверняка я бы отвечал бы иначе, да. Хорошо, если говорить про детей, я знаю, что вы отец, у вас двое детей, да, вы, как вы задумываетесь, ну, задумаетесь вы вообще об их будущем и какого бы вы будущего им желали? Вот. Хорошего? Ну, то есть, я как-то так планировать особо не планирую, потому что я считаю, что люди, они, как бы, в значительной степени сами ответственны за свою жизнь. Ну, по крайней мере, сейчас, опять же, у нас такое общество, что это можно реализовать. У нас, опять же, там, не какой-нибудь там рабовладельческий строй, да, где, как там сказали, так и будешь делать, и там, ни шаг вправо-влево. Вот, поэтому выбор есть, и поэтому я достаточно философски отношусь. Ну, то есть, кто как себя хочет реализовать, так он, в общем-то, и реализует. Ну, то есть, я, моя задача, да, ну, я же преподаватель, у меня же это, как бы, на кого угодно распространяется, вот, ко мне так обращается. Ну, вот, моя задача дать другим людям возможность реализовать свои способности, ну, если я могу какую-то эту помощь оказать. Вот, если кто-то готов ее принимать, ради бога, я, как бы, всегда готов. Если никто не хочет, то я нарваться не собираюсь. Ну, вот, ну, как-то так. Гуманная, гуманная демократическая позиция, да? Ну, наверное, так. Понял. Такое тоже, вот, сейчас будут два странных вопроса, наверное, для нашей, по крайней мере, с вами разговора, но мне кажется, мне хочется их вам задать. Они популярные. В чем вы видите смысл жизни? Ну, смысл жизни в продолжении жизни. Это не я придумал совершенно. Ну, если чисто биологически, да, то смысл жизни в воспроизведении новых, как бы, стадий жизни. Ну, вот, если как-то более философски, ну, читайте философов, там они много потом придумывали всякой ерунды. Ну, вот, но глобально так, продолжение, ну, и хочется верить в каком-то усложнении и развитии. Вот, в какую сторону это развитие пойдет, как бы, трудно сказать, но чтобы всем было хорошо. Ну, вот, и чтобы мы как-то вот распространялись и преобразовывали мир, чтобы он был как-то сложнее, интереснее. Ну, а если кому-то хочется прям какой-то такой супер-мега-глобальной цели, да, там, не знаю, повернуть спять энтропию, там, преодолеть остывание вселенной и, там, разбегание ее, там, на атомы, да, там, растворение, там, вне что, там, с плотностью ноль. Ну, вот, создать новую вселенную, там, создать новую, там, новую жизнь, новый разум, там, еще что-нибудь такое. Ну, вот, как-то так. Ну, на ближайшую задачу просто не помереть для начала, ну, вот, и, как бы, продолжить жизнь. Понятно. А если уж мы заговорили про жизнь и про смерть, это тоже, пусть останется абстракцией, нерелигиозной. Если вы бы умерли и предстали перед Творцом, вот, не будем называть его Богом, Творцом, что бы вы ему сказали? Да, я не знаю. Ну, по случаю. Я как-то обычно так вот ничего не планирую. В этом смысле я очень растительное существо, такое, как бы, плаву по течению, можно сказать. Ну, дык, ёлопало, что-нибудь такое бы, наверное, сказал. Ну, вот, удивился бы, сказал бы, здрасте. Ну, вот, а дальше по реакции. То есть я, ну, поскольку я интроверт, я стараюсь ни на кого, как бы, не навязываться, не навешиваться. Если на меня никто не обращает внимания, мне только хорошо от этого. Ну, вот, поэтому это зависит скорее от него. Ну, если уж он такой крутой, то, как бы, пусть он, как бы, инициирует всё. Ну, вот. Понятно. Конечно, у меня был ещё классный вопрос. Не знаю. Ну, давайте его задам. Вы вообще переехали из Читы, как парень из Читы, в Москву. Вот, насколько это кардинальные для вас изменения. Вот тот, ну, там, статус, он же всё равно есть, социальный статус. Вы его ощущаете? То, что вы, ну, там, житель Москвы или Подмосковья, то, что у вас вот интересная миссия есть. Действительно интересная. Вы, видно, что вы увлечены этим. Вот. Как бы, это чувство самореализации, оно вас посещает? Не, ну, да. Как бы, ну, я реализуюсь, как, тут, опять же, вот как-то с языком и с разумом, да, я же не жил другой жизнью, поэтому сравнить свою жизнь популяризатора с какой-то вот чужой жизнью не популяризатора, там, из глубинки, я не могу. То есть, в Чите я жил, да, сколько там, 17 лет или сколько. Ну, вот. Потом уехал, но то, как бы, я был предыдущий, как бы, да, ну, просто жизненная стадия другая. Ну, вот, а теперь, как бы, я немножко другой. Как бы, у меня жизненный опыт добавился, знания какие-то добавились, там, я в университете учился. Ну, вот. Ну, и как бы одно плавно перетекает в другое. Вот. Поэтому, ну, это же, как бы, развитие одного и того же человека. Вот. Но сейчас, понятно, я не такой, как был тогда. Вот. Ну, какой-то там высшей миссии я не ощущаю, честно говоря. Опять же, говорю, моя задача-то от всех отмахаться и лечь, там, пялиться в ютубчике. Вот. Ну, куда деваться, как бы, если вот я так живу, то вот так, как бы, и живу. Вот. Ну, и я просто, вот, выполняю, что умею. Вот. Ну, в этом смысле, иногда, наверное, можно позавидовать людям, которые сменили много разных, там, профессий жизни, да. Вот бывают такие авантюристические персонажи, которые работали, там, и, не знаю, и сантехником, и профессором, и в армии, там, были начальником, и рядовым, и, там, в тюрьме сидели, и в милиции служили. И как-то вот все одновременно, да, и параллельно сразу. Ну, вот. Ну, вот, они бы, наверное, могли бы сказать, что лучше, что хуже, как там варианты. А у меня-то все как рельсы. То есть, приехал, поступил, отучился, работаю на одной и той же кафедре всю жизнь. Ну, вот. Ну, то есть, я, конечно, там, еще и в разных школах работаю параллельно, и, там, в других вузах я работал, там, с одной кучей. Но это же там я, там, пришел-ушел, а так я вот на одной и той же кафедре. Хоть бы я там кафедру поменял пять раз. Ну, вот. И то бы у меня хоть какое-то сравнение было. А на кафедре, ну, там, даже люди одни и те же. Вот я как поступил, да, и вот все те же самые люди, они вот и есть. Ну, там, кто-то добавился, там, кто-то убавился, ну, в основном добавился. Ну, вот. И поэтому у меня, как бы, диапазон сравнения-то не сильно богатый. Поэтому, ну, какой-то там мистической миссии я не ощущаю вообще ни разу. А просто, как бы, вот. Что умею, то и делаю. То есть, я умею, как бы, да, рассказывать антропологию популярную. Ну, если людям это надо и востребовано, и с меня спрашивают. Вот, вот, вы ко мне обратились, да, дать интервью, я даю. Ну, вот, что бы, нет. Время есть, как бы, возможность есть. Вот, ну, почему нет? А чтобы в это вкладывать какой-то там сверхфилософский смысл, ну, когда вы меня спрашиваете, а зачем нужна популяризация, я могу там, да, рассказывать, там, глубоким смыслом. Ну, вот. Ну, и как бы найти постфактум-то его можно. Ну, это не значит, что я просыпаюсь и думаю, о, дай-ка я, значит, просвещу бы еще там 15 человек. Вот, на сегодня у меня план, да, или там 5000 человек. Вот, и дай-ка я сегодня, вот, я расскажу, поведаю всему миру правду о там ранних австралопитеках. А завтра у меня по плану будут там ранние хома, допустим. А потом поздние хома. Вот, ну, это так не делается. Ну, тем более, что моя деятельность, она же зависит от огромного количества других людей. Ну, вот, вы у меня взяли интервью, я вам дал, да, а вот там через два часа будет другой, там, кто-то дам ему интервью. Ну, вот, ну, там новость написал, то есть, потому что несколько лет назад в Эфиопии там совершенно какие-то другие люди нашли там зубы еще какие-то запчасти, написали статью, какие-то там редакторы это редактировали, где-то там это издалось. Ну, вот, с помощью Сехаба, созданного там, в Бакян, да, я все это скачал. Ну, вот, и с помощью компьютера, созданного еще там другими людьми, значит, накропал эту самую заметочку. Ну, вот, а заметочку я накропал, потому что до этого я писал еще другие новости, у меня там были мысли на эту тему, ну, то есть, это все как бы взаимовлияние. Ну, вот, и это не потому, что я вот сегодня проснулся с великой целью просветить всех про новый зуб найденный. Ну, вот, а потому что так вот оно совпало. Ну, вот, в этом смысле я говорю, я очень растительное существо, как бы появился зуб, я рассказал про зуб, не появился зуб, я не рассказал про зуб. Могу копать, могу не копать. Ну, вот, сейчас летом, например, летняя практика отменилась, я не поеду на летнюю практику, очень хорошо. Первое лето за, не знаю, 20, наверное, лет, когда я не поеду копать. Вот, а может, мне будет скучно, и если экспедиция будет, я все-таки поеду копать. Ну, вот, ну, как-то так. Понял. Станислав, спасибо огромное. Я думаю, что теперь нужно объявить конкурс. Мы подарим со Станиславом книжку, вашу книжку, Станислав. Какую мы книжку подарим? Какую книжку сейчас можно приобрести? Какая она интересная? Ну, наверное, самая красивая, байки из грота. Ну, мне она вот, чем дальше, тем больше самому нравится. Она красивая, она с картинками. Да. Байки из грота с подписью личной Станислава для тебя. Вот. Что нужно сделать? Нужно подписаться на канал Станислава в Ютубе. Нужно быть подписанным на портал Антропогенеза. Вот. Нужно быть подписанным на мой канал. И в комментариях указать свой вариант глобального пипца. Или я бы по-другому сказал. И если нам этот пипец со Станиславом понравится, мы его оценим, то через месяц мы подарим вам классную книжку. Ну, а вам, Станислав, спасибо за классное интервью. Пожалуйста. За приятный разговор. В какой-то степени душевный под конец. Всего доброго и до свидания. До свидания. Вселенная бесконечна. И бесконечны мои благодарности вам за просмотр, друзья. Не забудьте, пожалуйста, поставить пальчик вверх, подписаться на канал, поставить колокольчик. Это мотивирует меня делать лучше и больше для вас. Ну, а пока, пока.